ДАВИД ТАНАЯН В сегодняшней Армении изменические действия невозможны, и все действия будут нейтрализованы в самом начале. Вчера премьер-министр Никол Пашинян сказал, что есть силы и деятели, которые готовят изменические действия. Он отметил, что проанализировав ситуацию, видит далеко идущую цель, вплоть до провоцирования заговорческой войны, сдачи некоторых территорий и возложения ответственности за происшедшее на правительство Армении. На вопрос о возобновлении военных действий министр ответил, что военные действия возможны, будут вестись по разным причинам, возможно. Министр обороны сегодня в Анатзоре принял участие в церемонии новоселья в служебные квартиры. Введен в эксплуатацию реконструированный министром обороны четырехэтажный жилой дом, который с советских времен находился в полуразрушенном состоянии. 48 офицеров одной из военных частей Анатзора будут жить в благоустроенных квартирах. На реконструкцию здания министерство израсходовало 320 миллионов драм. Давид Танаян сказал, что программа будет непрерывной. Этим мы почти полностью решаем вопрос офицерского состава, нуждающегося в служебном фонде в Анатзоре. Однако я хочу заверить, что мы не намерены останавливаться на достигнутом, так как вопросы улучшения жилищно-бытовых условий, военнослужащих и вопросы социального обеспечения в целом находятся в центре внимания военно-политического руководства Армении. Министр подчеркнул, что с 1 июля на 10% повысится зарплата военнослужащих. Из резервного фонда выделено 5,7 миллиардов драмов на жилищные нужды военных пенсионеров. Танаян отметил, что военнослужащие с инвалидностью и семьи 55 погибших и скончавшихся военнослужащих в Ереване в ближайшие дни безвозмездно на правах собственности получат квартиры в новостройке. Продолжение следует... Продолжение следует...